Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! И в этом видео покажу вам свои небольшие покупки из магазина FixPrice за январь. Покупок немного, потому что мы как-то стараемся в FixPrice покупать то, что нам действительно понравилось, то, что нужно. У нас теперь около метро открылся FixPrice, что очень порадовало, потому как около года назад магазин рядом с домом закрыли. Поэтому я заходила около работы, мама здесь около дома в нескольких остановках, но иногда ездила в магазин. Поэтому я думаю, что сейчас с открытием магазина у метро, наверное, видео будут входить почаще. Для тех, кто впервые на моем канале, я скажу, что я не люблю копить покупки, потому что купишь, разложишь все на свои места, и уже потом очень сложно вспомнить, что ты купил, поэтому буду снимать видео именно вот. Сходила в магазин и если даже немного покупок, то я их буду показывать. В этот раз также будет покупок немного. Правда, что-то купила я, что-то купила мама, но в общем, ладно, не важно. Первый раз я ходила в FixPrice прямо в новогодние праздники. Там я в основном купила вкусняшки, хотя обычно я продукты уже давно не покупаю в FixPrice, хотя отношусь к ним хорошо. Но в этот раз купила чипсы. Лейс, они были по 16 рублей, там, по-моему, 30 или 35 грамм. Чипсы мы едим крайне редко, но как раз в праздники они очень хорошо пошли. Ну, мы их съели и еще я покупала варенье, вот это ассортель, ягоды протертые с сахаром. Ну, естественно, мы тоже все это уже съели. Ну, а теперь давайте перейдем к тем покупкам, которые я вам показать все-таки могу. Значит, во-первых, я взяла таз, увидела за 77 рублей, такой вот квадратный тазик. Он не влезет в кадр, но, думаю, многие знают, у кого есть FixPrice, о чем я говорю. Одно время там были такие поменьше тазики, этот вот за 77 рублей. Очень классный, решила взять. К тому же очень симпатичный цвет. Вот. Из продуктовых покупок здесь, по сути, будет только 2. А, наконец-то, у меня дошли руки купить вот такие макароны, спиральки Pasta Collection. 400 грамм и стоит 25 рублей. Вообще, я макароны покупала всегда шебекинские. Они мне очень нравятся по качеству. К тому же, потом мне даже ученица, которая жила одно время в Италии, она сказала, что шебекинские действительно вот по качеству. Ну, такие же, как в основном и итальянские макароны. Потом у нас в магазине Пятерочка, когда открыли магазин после ремонта, почему-то макароны шебекинские там пропали, и я стала заказывать в Азон Фидеричи за 58 рублей. Они оказались абсолютно такие же, как в Шебекинске. Вот. Ну, и цена 58 рублей меня устраивала. Ну, вот в этот раз я решила попробовать, так как на YouTube вот эти макароны очень хвалят. И вы знаете, они оказались один в один, как те же шебекинские и Фидеричи. Абсолютно. То есть такое ощущение, что просто другая упаковка. И цена гораздо дешевле. Вот. Поэтому мы уже их попробовали, открыли. И теперь я буду такие спиральки покупать регулярно. Так как раз качество абсолютно одинаковое, то затем, в общем-то, переплачивать. Мама купила вот такую самоклеющуюся плёнку. Мы её берём периодически. Наклеиваем её на кухне на столешницу. Хотя сама столешница у нас, в общем-то, относительно, скажем так, современная, симпатичная. Ну, в абсолютно нормальном, в общем-то, состоянии. Но надоедает одно и то же. И мы её оживляем с помощью такой плёнки. Сейчас я, как бы, недавно только приобретала плёнку, уже наклеили. Поэтому это пойдёт с запаса. Ну, честно сказать, я не сильно в восторге от этого рисунка. Хотя, в общем-то, он симпатичный, но не люблю я такой, грубо говоря, деревенский стиль. Но поскольку плёнка сама по себе, знаете, такая тоненькая, то, ну, служит она не очень долго. Ну, потому что, как бы, столешница, на которой мы, как бы, и что-то делаем, и посуду сушим. Поэтому, в общем, даже если я её наклею, недолго она будет меня бесить. Далее. В продуктовых покупках были вот такие крекеры. Это французский Прованс. Здраво крекер. 400 грамм. Здесь большая упаковка, и она разделена. Там ещё две такие маленькие. В общем, очень классный крекер. Тают во рту. По вкусу классные. Мы одно время такие брали довольно-таки часто. Потом сделали перерыв. И сейчас вот снова покупаем. Далее. Взяла я себе вот такой вот спонж. Ну, мнения на Ютубе разделились. Кто-то хвалит, кто-то ругает. Я отношусь к тем, кто, в принципе, хвалит. Надо сказать, что у меня как бы особенно сравнивать нещем. Потому что первый раз я заказала такие спонжи на Алиэкспресс. И после вот появились фикс-прайс. И они абсолютно одинаковые. Мне они понравились. То есть, возможно, когда я куплю себе, например, Фуберлик или ещё где-то, может быть, будет с чем сравнивать. И, допустим, я изменю о них своё мнение. Но на данный момент мне этот спонж нравится. Единственное, что первый раз, вот когда его начинаешь использовать, как-то кажется, что непривычно, что вроде бы не очень классно разносит крем, но потом спонж отлично работает. И мне нравится то, что, в принципе, когда его опускаешь в воду, он не сильно увеличивается в размерах. И тем самым он довольно-таки экономично расходует тональный крем. И, повторюсь, разносит его по лицу абсолютно нормально. Поэтому я качеством довольна. У меня как раз сейчас один я уже использовала. Ну, точнее, с фикс-прайс я уже даже не один использовала. Один у меня лежит в запасе. И вот я ещё решила один купить, потому что люблю, чтобы всегда хотя бы один в запасике был. Повторно приобрела себе вот такие наушники. Могу сказать, что качество наушников испортилось. Я слышала даже, что многие блогеры ругались, что качество плохое, вернее, как придётся. Могу сказать, что я в фикс-прайс такие наушники покупаю довольно-таки давно. Упаковка у них, конечно, классная. Очень удобная. Хотя, в принципе, я особо ей не пользуюсь. Вот. Но, что хочу сказать. Раньше наушники служили месяц, два, бывало три. Сейчас же я купила эти наушники. И где-то за две недели они перестали уже полностью работать. Вот я пошла, купила ещё одни наушники. Они в первый день работали, через один день уже один наушник работать перестал. Ну, в общем, это, конечно, я считаю, что полностью вина магазина фикс-прайс, потому что они же продают вот эту конкретно марку. Как я понимаю, это их марка, наверное. И содержимое этих наушников всегда разное. То есть, бывает без рисунка, бывает с рисунком. Качество проводов тоже разное. До этого я брала такого мятного цвета. Там провод был совсем тонюсенький. Здесь он более прочный. Но, в любом случае, это его не спасло от поломки. Поэтому, конечно, фикс-прайсы, мягко говоря, обнаглели. Нет, потому что они, видимо, кладут сюда то, что придётся. При этом цены у них растут. В общем-то, непонятно. То есть, если у них бы цены не росли, оставались на прежнем уровне, изменилось бы качество товара в худшую сторону, я бы это понимала, что они пытаются удержать цену за счёт там снижения качества. Но суть в том, что цена растёт. Ну, в общем, да. А качество только ухудшается. Поэтому, честно говоря, очень недовольна. И не знаю, буду ли я брать и дальше такие наушники. Видела у многих девочек в обзорах такие вот бальзамы по 25 рублей, бархатные губки. Ну, и решила взять. У нас в фикс-прайс было два, так сказать, аромата. Ежевика и сладкий апельсин. Вообще, честно говоря, я боялась брать ежевику, потому что ежевика в косметике и, кстати говоря, в продуктах, типа, например, чаи, мне не нравилась. Но здесь оказался весьма даже приятный аромат. Я бальзамы открыла, но, естественно, ещё не пользовалась, потому что бальзамов у меня много. Вот. Но открыть бальзам вполне можно, с ним ничего не будет, потому что, как бы, сам состав любого бальзама – это уже хороший консервант. Вот. Очень приятный аромат. В общем, мне понравилось. Чего я не могу сказать про апельсин, потому что лишь отдалённо пахнет апельсином. Ну, выглядит он, в общем-то, абсолютно так же. Но там есть ещё аромат каких-то специй, но, допустим, не стандартная какой-то корица, а чего-то такого другого, и как-то мне не понравилось. Ну, в любом случае, пусть будет. Попользуюсь. Мама приобрела у меня вот такую тряпку для уборки. Тряпка, кстати, очень приятная. Во-первых, симпатичная расцветка. К тому же, мягкая такая на ощупь, очень классная. Вполне себе прилично сделана. Я, кстати, думаю, что из неё можно шить и наволочки, и ещё что-нибудь. Но мы её, конечно, взяли для уборки, но, тем не менее, очень хорошее качество. Понравилось. И также мама взяла вот такую салфетку для того, чтобы сушить на ней посуду. Мы такие берём периодически, когда появляется какая-нибудь интересная расцветка. Пользоваться салфеткой очень удобно, потому что с посуды вода стекает. Вот эта салфеточка её отлично впитывает, потом её просто можно или посушить, или постирать. В общем, с ней ничего такого не происходит. Она не линяет, не деформируется. Поэтому очень-очень довольна. Вот взяли для разнообразия. И, пожалуй, последнее, что мама купила в этот раз, это вот такая вот ступница. Ну, наверное, это всё-таки ступница, скорее всего. Но в прошлый раз мама купила вот такую. Ну, и сейчас решила купить ещё одну, потому что нам они очень понравились. Поэтому решили приобрести. Ну, в принципе, посуда фикс-прайс всегда очень симпатичная. Ну, безусловно, на ней появляются, наверное, довольно-таки быстро сколы. Но, в конце концов, и цена у неё довольно-таки демократичная. Поэтому на этих пока ещё сколы не появились. Вот такие были покупки. Ну, вроде бы я вам показала всё. Но, поскольку покупки мы сделали несколько дней назад, то я могла вполне что-то, в общем-то, и забыть. Почему я обычно стараюсь показывать всё сразу. Если я вам была полезна, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до встречи в новых видео. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!